Всем привет, меня зовут Игорь Саченко, с вами сайт Саченко Биз. Сегодня опять поговорим о Cinema 4D и поговорим о том, как с помощью инструмента Vectorizer, который находится у нас в Cinema 4D в группе Spline, можно создать вот что-то наподобие вот такой вот булыжный мостовой. И во второй части нашего урока поговорим о том, как с этой же мостовой сделать приблизительно вот такую вот анимацию разрушения. Ну что, давайте перейдем сначала к созданию подобного изображения. Для этого переходим в Cinema 4D и начнем мы с создания плейна, на который мы положим текстуру. После этого мы эту текстуру запечем и используем ее для нашего инструмента Vectorizer. Так, создаем плейн. Давайте включим показ сетки. Я думаю такой плотности сетки нам будет вполне достаточно, потому что собственно сам плейн нам не нужен. Он нам нужен чисто для запекания текстуры и создадим новый материал. Перейдем в настройки материала, два раза кликнем по нему, отключим канал Specular и в канале Color в пункте Texture выберем Noise, шум. После чего кликнем по картинке шума и перейдем в настройки нашего шейдера. В списке Noise выберем Вороной 3 и немножко настроим этот шум. В частности, значения Low Clip и High Clip поменяем. Поставим Low Clip 5%, а High Clip 7%. Это нужно для того, чтобы получить четкую двуцветную градацию, то есть практически без оттенков серого. Чисто черные и белые тона. И в поле Space мы поменяем не Texture, а UV 2D. Это необходимо для того, чтобы наша текстура при рендеринге и при запекании совпадала с тем, какую мы сейчас будем видеть при наложении на объект. Вот, собственно, такая у нас получилась текстурка. Если мы сейчас нажмем на Render, то мы увидим, что все совпадает, текстура в размерах не изменяется и теперь из этой текстуры нам осталось только получить отдельный файл. Для этого кликаем правой кнопкой по нашему плейну, переходим в Cinema 4D Text и выбираем тег Bake Texture. В списке форматов мы можем оставить PSD Photoshop, но я выберу JPEG, правда в Options выставлю 100%. И выберем, щелкнув вот по этой кнопке, выберем папку и имя для нашей текстуры. Я сохраню ее в папку с уроком и назову ее просто. Texture. После чего нужно ее немножко настроить, то есть задать ей ширину и высоту. Давайте зададим 2000 на 2000 пикселей и теперь перейдем в Options и укажем, какие, собственно, каналы нам нужно запечь. Нам нужен только канал Color, поэтому отмечаем его галочкой и нажимаем кнопку Bake. Текстура создана, наш плейн мы можем удалять из проекта, он нам больше не нужен. И, собственно, этот материал мы тоже можем удалять, он нам тоже больше, в нем нет никакой необходимости. Итак, давайте зайдем в группу сплайнов и выберем инструмент Vectorizer. Но пока кроме такого нуль объекта здесь ничего не появилось. Почему? Потому что в опциях Vectorizer у нас не указана текстура, которую нужно использовать. Нажимаем на кнопку обзор и выбираем текстуру, которую мы только что создали. Она называется Texture Color. Почему она так называется? Потому что к имени файла, который мы выбирали, еще прибавляется имя канала, который мы, собственно, запекали. Открываем текстуру. Ну, программа спрашивает, нужно ли скопировать эту текстуру в папку со сценой. Я отвечаю нет. И пока получаем вот такую вот векторную, уже векторную заготовку. Давайте сразу развернем ее в нужном направлении, выберем Plane X, Z. И теперь все, что нам остается сделать, это с помощью инструмента Extrude NURBS просто выдавить ее в нужном направлении. Переходим в Extrude NURBS. Векторайзер делаем дочерним объектом. То есть кидаем под Extrude NURBS. Переходим в настройки Extrude и задаем нужное направление для выдавливания. В нашем случае мы будем выдавливать вверх в направлении Y. Задаем, например, 5 см и видим, что вот мы получили вот такую геометрию. Но, 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 пока есть небольшие косички, то есть есть какие-то пустые пространства, незакрытые штрихи. Это исправляется очень просто. Опять переходим в настройки нашего объекта Vectorizer и уменьшаем значение Tolerance с 10 см до 1. Как видите, теперь все в порядке. Наши объекты камней имеют такие довольно симпатичные края. Все, что теперь нам остается, это зайти, допустим, в Content Browser. Зайти в группу Visualize Materials. Здесь есть папочка Stone с текстурами камня, мрамора и подобных вещей. Ну, выберем, допустим, такую вот текстуру мрамора и кинем ее на наш Extrude NURBS. После чего перейдем в настройки текстуры. В пункте Projection вместо UV Mapping выберем Cubic и немножко, допустим, увеличим Tiling. Вот, что мы получили в результате. Если мы теперь нажмем на вектор, то увидим, что мы получили, в принципе, что-то очень напоминающее булыжную мостовую. Значит, как можно было понять из всех этих действий. Объект Vectorizer выдавливает геометрию по векторной маске, которую он, в принципе, берет из так называемых карт глубины, где черные линии обозначают самые низкие точки, а белые линии обозначают, соответственно, белые области обозначают, соответственно, самые высокие точки. То есть, в принципе, мы с помощью этого объекта можем вырезать или выдавливать совершенно произвольные формы. То есть, давайте, чтобы было понятнее, покажу это на примере. Давайте создадим здесь новую сцену и запустим Photoshop. Если мы сейчас создадим новый файл, выберем File New или нажмем Ctrl N, и здесь точно также в параметрах ширины и высоты зададим по 2000 пикселей. Разрешение можно оставить для экрана 72 dpi. Ну и background можно поставить white, белый. Нажимаем ОК. Видим, как наш файл создался. И сейчас мы здесь можем создать совершенно произвольный объект. Для этого выберем Custom Shape Tool. Вот он у нас находится в этом раскрывающемся списке инструментов. И выберем, допустим... Да, выберем что угодно, какой-нибудь, например, цветок. Смотрим, чтобы в параметрах у нас... В параметрах рисования стоял Path, путь. И с зажатым Shift растягиваем нашу фигуру. После чего переходим во вкладку Path. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl T, английская. Растягиваем, насколько нам надо, наш путь. После чего мы сделаем, например, заливку этого пути черным цветом. Для этого щелкаем по пути правой кнопкой мыши, выбираем Fill Path. И ставим, поскольку у нас черный цвет на бэкграунде, выбираем использовать Background Color. Нажимаем ОК. Вот получаем вот такое изображение, после чего можем его сохранить, допустим, в тот же JPEG. Называем его Flower. Сохраняем. Нажимаем ОК. Photoshop нам больше не нужен. Вот мы уже получили какую-то заготовку для Vectorizer. Теперь опять заходим в группу Spline, выбираем Vectorizer. И здесь используем нашу текстуру цветка, которую мы только что создали. После этого выбираем, допустим, тот же Extrude Norms. И получаем вот такую вот фигуру с таким вот вырезом. Если мы, соответственно, инвертировали бы наше изображение, то есть цветок сделали белым, а фон черным, то получили бы выдавленный цветок на прозрачном фоне. Вот, соответственно, для чего нужен этот инструмент. Ну а теперь перейдем к второй части урока и поговорим о том, как создать анимацию, подобную этой. Для этого мы с вами будем использовать инструмент, который у нас находится в группе модификаторов. И этот модификатор называется Explosion FX. Сразу могу предупредить, что на довольно слабых машинах это может вызвать зависание вылет синим и зависание машины, поскольку операция к компьютеру довольно требовательная. Но, тем не менее, мы постараемся как-то оптимизировать рабочий процесс. Итак, давайте вернемся в наш файлик. Я пока уберу текстуру с нашего ExtrudeNerbs и давайте получившуюся геометрию. Для начала мы переведем в редактируемую форму. Нажимаем клавишу C на клавиатуре или нажимаем вот эту вот кнопку, после чего выделяем все, что у нас получилось. Выбираем Objects, Connect Objects, плюс Delete. После чего выделение полигонов, собственно, можно убрать, потому что в этом процессе они нам не нужны. Итак, теперь к нашему объекту ExtrudeNerbs давайте добавим модификатор ExplosionFX. Перемещаем его под наш объект ExtrudeNerbs. Любой модификатор должен быть дочерним для объекта, к которому мы его применяем. Так, ну и мы видим сразу действие модификатора. Давайте пока отключим, щелкнув по этой галочке его воздействие, для того, чтобы не завесить просто машину, потому что вычисления эти очень требовательные к аппаратной части компьютера. И давайте немножко уменьшим его размер, потому что вот эти вот круги, которые мы видим, это как раз-таки воздействие нашего модификатора, ограничение воздействия нашего модификатора на наш объект. Поэтому давайте чуть-чуть его сожмем и перейдем в настройки самого модификатора, в настройки Object и значение Time поставим в 5%. Теперь передвинем наш модификатор как-то вот в эту сторону. Да, приблизительно то, что нужно было получить. Теперь давайте включим его, подождем, пока машина просчитает результат и посмотрим, что у нас получается по итогу. Ну, пока получается не совсем красиво, поэтому продолжим настройку. Опять переходим в настройки нашего модификатора и переходим в настройки самого взрыва Explosion. Силу взрыва оставляем такой, какая она есть, 1000 по умолчанию. Здесь нас, в принципе, интересует только настройка Direction направления. Поскольку мы решили сделать что-то подобное вот этой вот анимации, здесь видно направление чисто по Y, то есть все объекты, все блоки двигаются сверху. Поэтому давайте выберем OnlyY, только Y, потому что есть еще вариации либо только по какой-то из осей, либо исключая какую-то ось. Мы выбираем только Y, опять включаем наш модификатор, смотрим, что у нас на этот раз поменялось. Да, теперь мы видим, что наши блоки стали двигаться только вверх. Перейдем в настройки здесь, остальные настройки оставим так, как они были по умолчанию. Перейдем в настройки кластера и в настройки Cluster Type выберем не автоматическое, а Polygons. То есть наш объект начнет разбиваться по полигонам, а не по той же диаграмме Воронова, как это было бы в случае с опцией автоматика. Для чего нам это надо? Потому что, в принципе, каждая наша вот эта вот крышка, каждый наш такой булыжник представляет здесь собой отдельный endgon, отдельный полигон. А нам нужно разбиение именно вот по этим булыжникам. Поэтому в пункте Cluster выбираем Polygons и density, плотность наших полигонов немножко уменьшим. Поставим, допустим, 200, то есть уменьшим до 200 и посмотрим, что теперь у нас получается. Теперь мы видим гораздо лучше результат, чем был в начале. Мы видим, как поднимаются отдельные наши булыжники. В то же время поднимаются вместе с ними какие-то частицы отдельные, мелкие части. И все, что нам, в принципе, осталось, это заанимировать вот это вот движение, заанимировать наш объект. Как это сделать? Очень просто. Для того, чтобы машина не тормозила, выключаем пока применение нашего модификатора к объекту, выделяем его и в нулевом кадре ставим ключ, после чего переходим, допустим, на 90 кадр, сдвигаем наш модификатор Explosion FX и точно так же ставим ключ. Если мы пытаемся просчитать сейчас, вернее, отобразить эту анимацию во вьюпорте со включенным модификатором, то я боюсь, что машина просто либо вылетит синим, либо зависнет машина. Поэтому модификатор я отключил и включать его необходимо только в тот момент, когда вы будете просчитывать уже финальный рендер картинки. Ну, после этого вам останется только добавить текстуры, сделать какое-то окружение либо в Cinema, либо воспользовавшись matte-пейнтингом. И, собственно, ваша анимация готова. Надеюсь, этот принцип вам был полезен. Ну и всего доброго, до следующих уроков и до новых встреч. Пока!